Продолжение следует... Значит, я подумал больше. Нам придется иметь дело с инстантонами. Я плохо себя представляю, насколько вы с этим знакомы. Поэтому... Хотя основная цель – это трехмерная теперь модель. Я, может быть, предварительный пример, двумерный, на котором эти инстантоны выглядят очень простенько, дают нитривиальный эффект, ну и довольно впечатлительно. В общем, просто чтобы легче было, так сказать, потом перейти к инстантонам трехмерий, которые внедряют. Значит, двумерная модель – это просто энзодинамика двумерная с хиксом. Один фото и один комплексный скалер. Стандартный потенциал, который дает хиксование. Два раза ленда? А? Да, все окей. Ну, можно добавить константу, и тогда его можно писать. Вот так. Значит, я специально написал такого в виде – это параметр, феноль. И он не обязан быть… Феноль квадрат может быть положительным, а может быть отрицательным. Значит, первый вариант. Феноль квадрат, вот так как он здесь определён – отрицательным. Тогда эта ленда положительная, чтобы в пределе больших полей, чтобы у нас была стабильная теория, вот если эта ось Фи поможет, то при больших Фи потенциал должен расти, чтобы здесь… Если это число будет, вот эта ленда будет отрицательным, то у вас на больших полях пойдёт вот так в отрицательном. Нижнего состояния не будет. Поэтому тут даже обсуждать нельзя, так? А параметр Фи0 квадрат – это просто параметр. Значит, если он отрицательный, то тогда это лучше написать вот так. И это будет нормальная масса, так? И если ленда маленькая, это будет обычная электродинамика с безмассовым фотоном и с массивным полем Фи, который слабо самодействует. И ещё здесь он взаимодействует с фотоном, как обычно. Ну и можно делать обычную теорию возмущений. Короче, спектр состоит из безмассового фотона и массивного комплексного скаляра. И дальше идут мелкие квантовые поправки. Всё. Теперь перевернём знак и пусть Фи квадрат больше 0. Это удобнее вот так переписать. И картинка потенциала. Значит, Фи равна все 0. Будет 0. Фи близко к 0. То есть будет что-нибудь в этом роде. Да? Всё это решено. Но Фи комплексное поле можно ввести в модуль и в фазу. Потенциал зависит только от модуля ро. Поэтому на самом деле это Фи по модулю сюда отложено. И если писать полное пространство, это надо раскрутить вот так. По углу альфа. Да? Поэтому это не два вакуума, не две точки, а это целая окружность. Это понятно? Ага. И любая точка на этой окружности будет давать минимум потенциала. Поэтому у нас в теории есть У1 симметрия. Когда Фи в вакууме равно Фи 0 и не равно нулю, она спонтанно нарушена. И вы можете выбрать любую константу альфа на этом колечке от 0 до 2 Пи. Это будут физические коварентные вакуумы. Можно выбрать любой и там, как говорится, вокруг него делать теорию возмущения. Ну и будет 100. Это нормальное явление хикса. Что когда здесь Фи заменится. То есть у нас Ро будет болтаться вот так. Это квантовая структуация, описывающая массивное поле с массой типа 2 мю квадрат. Кроме того, поле альфа будет Голстоуном. Но этот Голстоун возник перецепится с фотоном и даст массу фотонов. Вот этот шлем ДФи в квадрате, если Фи заменить на вакуумное среднее, то тут появляется шлем А квадрат, Фи 0 квадрат и Фи 0 квадрат. Вот такой шлем здесь отсюда выглядит. Это видно? Это. Лучше написать в обратном порядке. Это квадрат массы фотонов. Это обычное явление хикса. Тут реально пока нигде даже двумерить не использовано. Если это будет с трехмерия, то все буквы выглядят точно так же. Ну, поэтому в человеке возмущение, что мы теперь будем иметь? Мы будем иметь массивный фотон и одно массивное поле Ро. Это будет вот это. Это будет фруктуация модуля с массой типа корень из двух умножить на мю. Вот так вот. Это будет описывать фруктуацию вокруг, например, вот этого вакуума. И тут кривизна положительная, нормальная парабола. Кривизна дает массу. Ну, поэтому массивное нормальное поле Ро. В теории возмущение это будет еще раз я говорю. Один массивный фотон. Короткодействующее взаимодействие. И одно массивное нейтральное поле Ро. И они, так сказать, при малых константах связи слабенько взаимодействие. Эти квантовые поправки уже качественно ничего не видели. Всё. Теперь, тут есть нитривиальная часть. Ирсантоны. А что такое ирсантоны? Дело в том, что, например, у вас фоль А может внести себя при больших Х, как на вид, как калибровка. Но эта калибровка... Все калибровки можно разделить на два, так сказать, качественных типа. Тривиальные калибровки и топологические калибровки. И что под этим понимается? Рассмотрим интеграл по замкнутому колечку. Большое колечко. Так? И, значит, у нас будет ситуация реально такая. Вот тут будет некоторый источник, например, в начале координат. Вокруг него есть поле А. И на больших расстояниях, во здесь, оно выходит на калибровочное поле. Но это такое калибровочное поле. Бета это будет угол на этом колечке. И это будет вот так. Так вот, это интеграл по замкнутому колечку. И бета практически совпадает с углом. И меняется от 0 до 2π. Значит, тривиальный сектор, это когда бета на осьм точке выходит на 0. Сейчас, я не совсем правильно написал. Лучше я пока саду. Значит, бета вообще говоря, функция x. Если она выходит на осьм точке на 0. Это тривиальный вариант. Тогда этот интеграл будет равен 0. Второй вариант. У нас такое реально не бывает. Но формально она может выходить на какую-то функцию угла. Но такую, что интеграл по замкнутому кругу дает 0. Я таких примеров не знаю, но... Важно, чтобы этот интеграл равен или не равен 0. А стандартное интегральное таббологическое поведение, чтобы это выходит... Ну, назовем это угол. Букв не хватает. Букву Фи я уже использовал. Альфа я использовал. Какие еще буквы? Ну, Пси. Вот этот угол. Это наше двумерное пространство. Да? В эвклинице, да? В эвклинице. И это двумерное пространство мы сейчас описываем как модуль и фазу. Можно писать не каждую координату x,y. А можно ввести модуль и фазу Пси. Так вот, когда Бета выходит на Пси, то это будет интеграл под Эпси. И он наше двумерное пространство. И он наше двумерное пространство. По компактности. Вот такое поведение, такие поля калибровочные. То есть, с одной стороны это калибровка. Это полная производная. Но это не тридеральная калибровка. И вот этот интеграл мы обычно как требуем? Что если вы задали поле А в какой-то точке, если вы сделали полный оборот и вернулись в эту точку, то поле А должно быть тем же. И поэтому тогда интеграл будет равен нулю. Он равен разности между начальной и конечным значениями. Но если поле А накачивает угол, то он будет равен 2π. Вот это интегральное поведение. Фактически оно так выглядит. Ну так уже оно написано. Значит, вот это называется тот заряд. В данном случае, допустим, оно все так ведет, что этот интеграл дает единицу. Теперь, реально, что это означает? Это означает, что все гипертопространство в этой теории, оно на самом деле нарезается на независимые сектора, отличающиеся величиной топ заряда. А именно, тривиальный сектор, пертурбативный, это когда оно выходит, ну говоря, на ноль, на больших расстояниях. Это топ заряд 0. Дальше идет сектор с топ зарядом 1. Или минус 1, если оно в обратную сторону крутится. Дальше есть сектор с топ зарядом 2 или минус 2. Важно то, что это целое квантованное число, потому что мы требуем периодичность. Что когда мы сделали интеграл по замкнутому колечку, то угол меняется на целое число 2. В том смысле, что вот тут может быть целое число еще. Это не топ заряд, по сути да. То есть, вот это калибровочное поле β, оно равно просто углу φ умножить на целое число. Поэтому, когда ПСИ угол пробегает один оборот, вот это β может пробегать несколько оборотов. Просто коэффициент пропорциональности. Так вот, значит в этом смысле еще раз говорю. Наше гигантное пространство навязается на сектора, которые вот так обозначаются. Это будет пространство полей, в которых топ заряд равен слоям, целому числу. Положительным или отрицательным. Это независимый сектор. Это просто сам факт, что вы можете определить топ заряд в вашем пространстве в данной теории. Теперь спрашивайте, если эти сектора вообще совершенно независимы, тогда каждый живет, так сказать, своей жизнью, переходов между ними нет. И на самом деле можно забыть. Если вы сели в какой-то один сектор, то он физически ничем не будет отличаться от любого другого, поскольку нет тоннелирования из одного сектора от другого. А если у вас есть такие конфигурации болей, которые могут переходить и давать связь между секторами, вот это уже тогда становится ситуацией нетривиальной. Так вот. Вот я сейчас об этом хочу сказать. Переходить значит, что я эту картинку сейчас немножко перерисую. Это значит, что вот есть такие конфигурации болей. Вот это точка Х0 какая-то, да? Какая-то. И тут есть источник. То есть напряженность. Еще раз надо еще запомнить. Будем себе представлять, что мы вычисляем какую-то сорсуму в виде функционального интеграла по полям. Особенно для инстантонов это совершенно стандартная, очень удобная техника. Поэтому у нас есть интеграл по всем полям А. Так вот, допустим, у нас есть такие поля. Среди этих всех конфигураций есть такие поля А, где есть область характерного какого-то размера конечного, в которой напряженность нормальная, не маленькая. А дальше есть характерный какой-то масштаб. Ну, назовем его Мюхамма. Так что на больших расстояниях, а именно на самом деле достаточно, вот, значит, характерный масштаб. Это означает на расстояниях больше Камтона-Скодинной волны. Поле А, напряженность выключается, и поле А выходит на калибровку. Но калибровку не тревянь. Ну, пусть, например, топ-замятый единица, значит, оно выходит прямо на угол. А добавки, которые вымирают, они будут типа... Ну, стандартный пропагатор с массой Камма будет давать экспоненциально малую поправку. А внутри... Оно выходит... Ну, назовем на угол. Вот такого типа конфигурации. Что оно физически означает? Что внутри, в центре этого инстантона, у вас поле тривиальное. Топоматические тривиальные. Если у вас, значит, интеграл по какому-нибудь колечку маленькому внутри, то поле маленькое и... У вас тут внутри тривиальный вакуум. Устой, так сказать. Ну, в другой раз, а равный 0. Но на больших расстояниях... А выходит на нитривиальную. На нитривиальную калибровку. А вот тут в конечной области есть напряженность обязательно. Потому что эти топологические сектора, их невозможно перевести один-другой чисто калибровочное преобразование. Ясно, что это градиентный вариант. Его можно просто переписать по теореме Гаусса, как интеграл по поверхности от напряженности. Поэтому, если это не равно нулю, значит, обязательно в этой плоскости должна быть напряженность. Вот она вся локализована в этой области. А дальше здесь поле становится калибровочным. Напряженность экспоненциально спадает. Но эта калибровка не тривиальная. Именно она дает интеграл по большому колечку равный 2π. Вот такая конфигурация называется инстантом. Когда у вас внутри тривиальный вакуум с топ-зарядом 0, а на больших расстояниях не тривиальный вакуум, соответствующий топ-заряду 1. В этом смысле это дает тоннелирование между разными вакуумами с разным топ-зарядом 0 или 1. Но тогда можно взять конфигурацию с двумя, с топ-зарядом 2 или минус 2 или 3. Ну вот, что такое инстантом в этом примере? Теперь посмотрим, к чему это приведет. Да, такой вопрос на этом. Есть ли такие решения? Что такое решение на инстантом? Считаю, что константы связи маленькие. Мне проще вот сюда написать Е, наверное. Переопределить. А отсюда вот это убрать. Но проблема здесь в том, что заряд Е в двумерии размерный. Он не бывает маленьким сам по себе. Исходный размерный параметр на самом деле вот этот феноль. Я напомню, что феноль это будет безразмерное число. Размерность заряда Е это масса в двумерии. Размерность потенциала А. Вот тут стоит ДА квадрат. Тоже масса. Тоже масса. Размерность поля Фи. Вот эта вот. Безразмерна. ДА квадрат. Потому что ДФи квадрат должен иметь размерность Лагранжану двойку. Двумерию. Вот двойка дается двумя производителями по Х, поэтому все очень безразмерно. Ну тогда размерность Фи будет безразмерной, а размерность Лагранжан будет масса в квадрате. Естественно ее считать вот такую. Поэтому Е будет играть роль просто единицы размерности. Это не параметр в прямом смысле слова. Маленьким параметром у нас будет вот это. То есть Фенольд вот эта точка. Большое безразмерное число. Поэтому Борьер будет здоровым. Маленьким параметром. 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 телету в давай. Маленьким параметром. Току. Ток я пишу явно. Фи двумю Фи вот такой же стол. Так? И tm2φ равно минус dv2φ Нет, там в штуке, наверное, не ковариантная стоит производная Ковариантная, все должно быть ковариантным Это же ковариантный А, ну здесь, это же адельская теория Вот так Но это ковариант f-менюн Тогда и это ковариант Так, теперь Производная По всей соображенному Ага, вот тут будет Производная по всей соображенному Ну это будет 2 лянда Фи Умножить Вот классические уравнения То есть надо искать решение Вот с теми свойствами Которые только что говорили Что То На асфинтотике Потенциал выходит Недривянно на угол И мы сейчас ищем Решение с топ-зарядом На единиц В нуле он будет Выходить на ноль Кроме того Фи В качестве Недверситета В нуле Оно тоже Выходит на ноль А на больших расстояниях Он выходит на вакуум То есть на число По фи ноль Вот нам нужно решение Вот такое Ну, надо только все время помнить Это Это не так Калибровка Наверное Он выйдет на е степени И Пси И Ноль То есть На больших расстояниях Потенциал не равен просто ноль Он равен Имеет Он выходит на производную От Пси Но тогда здесь Должна быть Фатопсия Так чтобы Ковариантная Производная Я писал там Плюс или минус Чтобы она Умывала И вырубалась Плюс Я писал Должна дождись Написать минус Чтобы Ковариантная Производная Выходила На ноль Это нужно Для того Чтобы Когда я Подставлю сюда Решение Проинтегрирую По d2x Чтобы интеграл Сходился На больших расстояниях То же самое Напряженность Должна Достаточно Быстро Убывать На больших расстояниях Чтобы интеграл От квадрата В меню По d2x Сходился То есть Действие Должно быть Конечным Действие Это интеграл По d2x Одного Гринжана Ну Иначе Е У вас Стоит Статсума Она Есть В эрблине Е степени Минус Действие Если Действие Будет Расходиться Это будет Чистый ноль От вашей тюльни Еще не Останется Поэтому Конечно Нужно Смотреть Конфигурации Которые Дает Конечное Действие Ну так вот Конечное Действие Требует Чтобы Ф-меню В квадрате В интеграле По d2x Сходилось Значит Ф-меню Должен убывать Быстрее чем Единица на x На больших Иксах И Галориантная Производная Должна убывать А Чтобы Интеграл От потенциала Сходился На больших Расстояниях Фин Должно Выходить На фенол С точностью До фаза Ну поэтому Мы такие асиртотики Должны Это Тогда Все Выполнится Можно Написать Явный вид Классического Решения Но Он нам на самом деле Не нужен Я его не помню Важно Что Она есть Так Вот Это Есть Инстантом Еще раз Повторяю Потому Что Это Такое Вот Здесь Область С Размером Единицы На Гамма Где Это Масса Фотона Которую Я тоже Стер Масса Фотона Это Е Фенол Фотон 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 А на больших расстояниях напряженность выключается, и тут поле становится А-калибровочным, но не тривиальная калибровка, это логическая, поэтому вот этот интеграл по площади, он дает единицу, или равен, конечно, интегралу по колечку. То же самое относится к полю Фи. Внутри, вот здесь, в окрестности точки Х0, поле Фи стремится к нулю, а когда поле Фи стремится к нулю, то вот этот член давал, при Фи равном константе Фи 0, он давал массу фотону, равную А-калибровку. Но это когда на больших расстояниях Фи выходит на константу, а внутри, в центре инстантона, Фи выходит на 0, и масса фотона тоже выходит на 0, она теперь становится функцией Х-расстояния. Поэтому фактически, что делает инстантон? Вот в этой области, он подавляет вот эту вакуумную конфигурацию с Фи равным константе Фи 0. Но локально подавляет, не во всем пространстве, а только в ограниченной области. Поэтому в этой области, как бы, среднее по вакууму от Фи, оно становится около нуля. А на больших расстояниях Фи выходит на вакуум, и в этой области масса фотона равна, ну, своему значению Е на Фи 0. То есть, еще раз, на больших расстояниях у нас стандартный пертурбативный вакуум, где Фи по модулю выходит на константу и конденсируется. Но внутри вакуум такой, что Фи равна нулю, и масса фотона зануляется только в центре инстантона. Он, как бы, восстанавливает такой вот вакуум, в котором фотон остается без массы. Ну, вот этот момент как-то не очень понятно, потому что все-таки Фи 0 – это некая глобальная константа, но не может это расстояние. Я не про Си 0 говорю, это же функция от Х. Это решение вот этого классического уравнения. Это нейтривиальная функция Х. А здесь написаны ее асимпиотики. Ну, а почему вы про ее массу рассказаете? Так она как была фиксирована, так она остается фиксирована во всех простых. Под массу я понимаю здесь, ну, немножко условно, конечно. Вот эту вещь, которая стоит при а квадратах. А, ну, киняксома. Ага. Вот это можно назвать переменной локальным квадратом массы фотона. В этом смысле. Вот эта величина внутри инстантона выходит на 0, а на больших расстояниях от него выходит на свою стандартную величину. Так. Значит, теперь надо отсуммировать вклады инстантона в станцуму. Это вклады не пертурбативные. Значит, вот в каком смысле. Еще раз. Вот тут у нас стоит единица на е квадрат. Вот это. А зато в кавариантной производной уже никакой буквы е нет, она только здесь. Но зато есть буква я. Ну, ее, естественно, считать такой где-то величиной. Она, вот она стоит. Так. Вот. Теперь так. Вот то, что тут написано, оно тоже от буквы е не содержит. Так это написано именно в таком, в такой номеровке. Когда вот тут буква е торчит внизу. Я могу ее убрать. И тут будет стоять просто одна четвертая. А здесь туда появится вот так. Стандартная. Вот. В такой номеровке, канонической, здесь надо тоже писать букву е. Понятно? Но удобно ее держать в кинетическом члене, а здесь единица. Так вот. Если все поражает через массу фотома, вот как число, вот это же было, то тогда в этом пластическом решении, ну смотрите, ясно, что если здесь этот интеграл дает единицу, то никакой буквы е тут не будет. Она размерная. Поэтому, ну это и видно здесь, что на больших расстояниях поле А выходит просто на производное дугло. Это я к тому, что я хочу сейчас сказать, что вот я нашел классическое решение А от Х и Си от Х. И теперь я должен его поставить сюда и найти действие, которое дает этот экстантон. Оно будет не нул. Оно положительно определенное. В эскрите каждый член здесь положительно определенный. В эскрите, наверное, тут надо вот так написать. Оказалось бы, функциональное пространство это просто не равно и нет инстантона? Нет. Значит, сейчас я скажу, техника, как выясняется инстантонный функциональный интегральный. Значит, начинаем мы с вот с его. Мы говорим, а ну, например, это относится к любому полю. Равно. А классическое, ну, в данном случае напишем индекс И инстантон. Это решение классических уравнений, но с топ-зарядом единицы, не тревядное решение. Плюс квантовые фруктуации. так вот интеграл идет под и а который есть интеграл под лопа акция. Потому что это идет как одна всего точка функционального пространства. Это не переменная интегрирования. Переменная интегрирования вот она. Но это относится ко всем полям. Поэтому практически как делается разложение. Сначала ищется классическое интегрирование решение с ненулевым топ-зарядом. После этого подставляется для каждого поля вот такое разложение, где вот это наше классическое решение, а это квантовая фруктуация. все это поставляется сюда. И идет ну и по степеням дельта. В смысле отклонения. Квантовая фруктуация тут дает просто поставляете и раскрываете год степени дельта. Поскольку это было решение классических уравнений, то есть экстремных, то членов линейного по фруктуации не будет. Начинается с квадратичных. Дальше можно показать, что вот используя малый параметр, что не все равно, что по малой константе связи. Например, члены более высоких степеней по фруктуации, они будут идти с малой эффективной константой связи и они будут давать меньше по этому параметру. поэтому основной вклад будет давать квадратичные фруктуации. Но квадратичные фруктуации интегрируются в функциональном интеграле и дают детерминат соответственно. Поэтому этот детерминат, значит, как это будет выглядеть? Это будет выглядеть так, интеграл, ну, то, что у нас вот такое конкретное поле А и поле Фи. Сейчас я рассказываю в самом общем виде, поэтому просто поле Фи любое, векторное, скалярное, не важно. Тут стоит интеграл кваде Фи, а тут стоит есть степени С минус С. Так? Это функциональный интеграл. Теперь С имеет такой вид. это есть интеграл, это еще с 0 и рез классическое, как хотите обозначить. Это когда я взял мое решение вот это классических уравнений, поставил сюда, проинтерировал по Д2Х и получил число, равное с 0. Это классическое действие на инстантоне. А дальше идут фахтуации, которые имеют вид в квадратичном приближении остается Д2Х и что-то типа значит ДТАФИ например сопряженное тут стоит какой-нибудь условный оператор типа Н и тут стоит ДТАФИ где конкретный оператор ну например типа например коварианная производная в квадрате ну зависит от вашей теории но это будет стандартная обычная дифференциальная операция второго порядка для скаляров и первого порядка для фермионов потому что смотрите если вы классическую часть просто возьмите равно в нулю то это все равно что вы сказали что у меня все поля вообще квантовые потому что у них нет классической части и я раскладываю весь лагранжер ну просто по степеням полей ну так если это адресское поле оно квадратичное здесь будут члены типа ДФИ квадрат квадратичное по полю ФИ и члены взаимодействия типа например ФИ квадрат А квадрат четвертой степени ну короче вы получите стандартное разложение по квантам по квадратам если просто вот это зануденький и если у вас константы взаимодействия маленькие ну так это будет дальше стандартная теория возмущения но в чем отличие будет теперь если у вас есть нетривиальный классический бэкграунд вот это теперь калориантная производность она будет не маленькая а она будет вот такая в бэкграунде из инстантона и то же самое с фи теперь надо подставлять в виде фи равно фи классическое плюс квантовый круг дворец если классическая это просто решили российские ворогнили с такими свойствами но если мы оставляем здесь только квадратичные члены это будет некоторый дифференциальный конкретный оператор но в бэкграунде классическом но поскольку по полям это квадратичная вещь она интегрируется в дед терминанты этого оператора в смысле внизу или если поднять в экспонент это выглядит как трейс логарифм а следующие системы размножения будут по константе связи подавлены и во всем время можно пирам пирам не влезть вот вся схема ДТП зависит от того какой нет это просто дифференциальный оператор но в бэкграунде то есть производная калориальная вот и все вот такие вот так вот давайте попробуем это все суммировать значит это приближение слабой константы связи получится картинка то что называется разреженный инстантонный газ значит что имеется ввиду я еще раз тут перерисую как всегда я думал что минут за 15 я расскажу но чувствую что значит я это детестирую это классическое решение с нужными асимптотиками так чтобы оно давало топ-заряд например единицу это будет инстантонный или минус единица это будет анти инстантонный и чтобы действие было конечным вот два основных условия для решения его качественный вид я уже рисовал теперь нарисуем картину то что называется инстантонный газ антиинстантонный она выглядит вот так условно конечно набросана хаотически во всем пространстве вот это инстантонный чертой это антиинстантон что имеется в виду имеется в виду что вот в этой области вот тут есть центр инстантона этого и в этой области размером единица на нюган вот там масса которая здесь есть напряженность а дальше он выходит на калибровку ну антиинстантон точно так же только калибровка у него будет с минусом у него тот заряд он давать будет по колечку не плюс 2 пи а минус 2 пи ну и вот так она набросана редко-редко вот что важно при деле малой константной связи все расстояния между инстантонами характерны намного больше чем размер самого инстантона размер инстантона вот это редкий газ причем в данном случае напряженность спадает экспоненциально на больших расстояниях типа ес-ген минус х сен-гамма поэтому взаимодействие между инстантоном экспоненциально маленькое ну и мы им пренебрегаем так что это идеальный газ и значит что получится я напишу уже без деталей просто ответ значит надо написать статсуму вот этого идеального газа значит она выглядит так шлейф с данным номером Это когда мы берем N штук инстантонов или антиинстантонов, я их буду называть частицами, Поляков их называл псевдочастицами, это как частицы, но только не настоящие, может быть, два слова стоит сказать. Если у вас задача двумерная, то там могут быть в зависимости от потенциала и теории солитонные возбуждения, солитон это просто частица буквально в смысле слова, но топологически нетривиально, это решение, которое от времени не зависит, а зависит только от координат. Но, например, в этом потенциале двумерная киксовая модель, я не помню, там есть солитон типа Кинг, может быть, не в этой модели, а просто в модели с вещественным болем, когда идут не колечко в вакууме, а всего два вакуума, вот такой потенциал, но поле Фи вещественное, так, и поэтому тут всего две точки, Фи равна плюс Фи 0 и Фи равна минус Фи 0, два вакуума. Так вот, у меня, может быть, решение Фи от Х, не зависит от времени, это одна единственная координата двумерная, которая, значит, туннелирует отсюда, отсюда. То есть, при Х стремиться к плюс бесконечности, он сидит, например, выходит на минус Фи 0, ну пусть будет минус бесконечность, будет минус Фи 0, а при Х стремиться к плюс бесконечности, он выходит на плюс Фи 0. Это то, что называется кинг, вот такой профиль у этого Фи от Х, и ясно, что он топологически не тривиальный, потому что, не важно, топологически тривиальная конфигурация была бы вот такая, которая с обеих концов упирается в один этаж вакуума, тогда ее можно стянуть, с точки зрения топологии, а когда она упирается на асимптотиках в два разных конца, тут плюс, минус единица, тут плюс единица, условно говоря, то, мало ли, деформация ее невозможна, она очень стабильна, топологически, и вот эта разница между ее значениями на этой и на этой асимптотике будет являться топ-зарядом этого солитона. Так солитон, это просто возбуждение, это частица, буквально в смысле слова. А инстантон, это не частица в этом смысле, потому что это объект двумерный, это объект одномерный, он от времени не зависит. А солитон нетривиально зависит от двух координат, и от Х, и от Т. Ну, только во впредь, это просто идет как Х, и Грек. И он на асимптотике тоже имеет разное поведение, и туннелирует в этом смысле между двумя вакуумами, но это туннелирование идет не по координате, а по двумерному всему пространству. Внутри инстантона один вакуум, а на больших расстояниях от него другой. Понимаете? В чем принципиальная качественная разница между инстантоном и солитоном? Солитон это нормальная тяжелая частица. Инстантон это вообще не частица, это вакуумные специальные флуктуации, но нетривиальные. Но, тем не менее, если мы посмотрим на двумерную теорию, с точки зрения трехмерного пространства, да, вот у меня есть двумерные флукты, и тут есть Х, и Грек. А представьте себе, что вы ввели третью ось, назвали ее временем, и сказали, вот у меня трехмерная, на самом деле, теория Закибла-Граджиана, я в ней буду искать солитоны, которые от времени не зависят. Могу? Могу. Так вот, эти солитоны будут функциями Х, и Грек, с точки зрения трехмерного пространства. Они от третьей координаты, от времени не зависят, но от двух координат пространственных, Х, и Грек, зависят. И тогда, вот это все, что тут говорилось, которое выглядит как инстантон с точки зрения двумерных, оно будет выглядеть как солитон с точки зрения трехмерных. Это понятно? Ну, поэтому, не знаю даже, как это еще сказать. С точки зрения пространства на единицу большей размерности, этот инстантон является солитоном в пространстве, где есть лишняя размерность, называемая временем. Вот мы, когда будем дальше обсуждать инстантоны Янг-Милси четырехмерных, там это аналогично вот этому, что мы сейчас обсуждаем, качественно. Что глионное поле внутри выходит на тривиальное, а на больших расстояниях выходит на нетривиальное стоп-заряда. Но это уже в четырехмерном афтитовском пространстве. Это инстантон. Но если вы прибавите одну пятую координату, и назовете ее временем, то с точки зрения пятимерного пространства, это четырехмерное пространство, и решение четырехмерное, независимо от времени, оно будет солитоном. Это будет частица. Понятно? Хорошо, возвращаясь к нашему инстантону, как-то со стенами, будем суммировать идеальный газ. Значит, вот это будет вклад, и же эта штука этих самых инстантонов, или анти-истантонов. Значит, тут стоит, это выглядит так. Я не буду... Это технически отработанная вещь, но если я буду все детали технически излагать, мы никогда вообще не закончим. Поэтому я пишу ответ. Сейчас расскажу, что есть все. Сейчас я еще сюда что-то введу. Значит, S0. S0 это классическое действие. Вот оно. Это я пишу все поняло так, как классическое решение, плюс квантовая фруктурация. И подставляю сюда классическое решение, интегрирую по D2X, и получается S0. Понятно? Это классическое действие на данном нетривиальном программе. Мы можем сейчас его оценить для данного конкретного случая. Напряженность. Если я беру отдельный инстантон, который находится в начале кардинал, для простоты, да, напряженность будет отличная от нуля только в сфере радиуса и делится на массу фотона. Ну, поэтому, интеграл по D2X, да, и какая она там будет? Интеграл мне нужен D2X, F9 квадрат. Так, сейчас запрошу. тюрьмя, ну, далее, тюрьмя, 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 Еще раз, что такое напряженность и что в нее входят, какие параметры? На малых расстояниях, вблизи начала координат она стремится к нулю А на больших расстояниях она убывает как е в степени минус мю гамма на х Поэтому это сфера радиуса единица на мю гамма А дальше по размерности F в квадрате имеет размерность в данном случае 4 делить на вот эти две размерности и Лаганжан будет иметь нормальную размерность двое Значит, F в квадрат имеет 4 размерности D2x имеет 2 обратных размерности в единицах массы Поэтому размерность у этого всего масса в квадрате У нас только одна масса в этой задаче, это масса фотона Так? Ну, поэтому напряженность качественная Она имеет вот такой вид Мю гамма в квадрате Еж 5 минус мю гамма на х Ну и поэтому интеграл идет по области И тянется делить на мю гамма Вот эта штука дает мю гамма два раза вниз А эта дает мю гамма четыре раза вверх Ну и по размерности Когда мю гамма нет, короче, другого пара В массе фотона Поэтому тут будет масса фотона в квадрате Она поделится на е квадрат Масса фотона в квадрате Делит на е квадрат Это наше безразмерное число Фенольд в квадрат Намного больше единицы Вот наш параметр Поэтому действие большое Классическое действие В данном случае Вот этот вклад Он будет порядка Фенольд в квадрат Эти параметрические будут такими же Там двойка может быть отличается Поэтому в итоге Вот эта основа Классическая, которая стоит Оно большое А дальше идут Флуктуации, которая параметрически уже малы По сравнению с этим большим числом Флуктуации будут порядка единицы Они от спины не будут зависеть Так вот Если я тебе флуктуацию посмотреть Вот они дают вот эту предэкспонент Что уже не очень существенно Потому что самый главный фактор Это вот этот экспонент В степени минус большого числа А предэкспонент это Детерминает Да Это самый детерминает Вот этого оператора Теперь Я сюда еще Оголокал тэнер Сейчас расскажу для чего В смысле Я к латуринжану добавил Плюс Тэта Умножить на топ-заряд Это произвольный угол От нуля до двух пи Потом скажу для чего Имею право добавить Теперь На инстантоне Топ-заряд И плюс единица будет равен По определению И вот этот интеграл Если сюда поставить поле инстантона Он дает единицу Точнее всего А инстантон дает минус единицу Поэтому Вот тут надо написать Q Значит Q равно Но лучше не такое Q А вот Такое Q Которое равно Наступить минус единица Если это вклад инстантона То Q равно единице Ну и вот эта фаза Которую мы сюда добавили Ну в смысле Этот след Который мы добавили Это же все В экспонятельности Ефтепель и Лагранжан Но это все Действие добавили А не Клагранжану Да? Лагранжан Клагранжану А потом Попустите по D2х Интеград Снова с разойдется Интеграл D2 А я не то Немножко написал Конечно Тут надо написать Плотность А интеграл По D2х Плотности Вот эта плотность А интеграл Это уже сам ТОП-ЗР Да Поэтому сюда Надо добавить Эта Единица на 2π Эпсилен меню Ф меню Вот это плотность ТОП-ЗР Лагранжану А в действии Будет ТОП-ЗР Ну тогда каждый инстантон Будет давать Вот такой Вклад в фазу Если это инстантон Так уровно число Плюс единица Если А не инстантон Минус единица Только неправильно написано Вот эта вкладка Она только инстантон И поэтому ТОП-ЗР Единица на N Ф-ТР Это N Инстантон Независимо Умножить На аналогичную сумму От антиинстантонов Это будет сумма Пока Единица на K Патериал И здесь будет Все то же самое Только у фаза будет С другим знаком Быстрее степенью Минус И тетер Степенью К Мы набираем Все конфигурации Из любого числа N инстантонов И любого числа К антиинстантонов И сумма идет по N и K Независимо А поскольку Уже на действия мы Экспоненциально Магуем Привни-привни Между ними То это идет Сумма идеального Газа Родукого Частицы Двух сортов Если бы Вы угол ТЭТа Не убили Так это было бы Просто одинаково Но все равно Это была Двойная сумма Такая сумма Суммируется Х0 Это что такое? Что? Х0 А Х0 Это центр Из центра Здесь имеется в виду так Может быть не Значит имеется в виду так Вот у вас Какая штука Будет Третье Из центра Да? Х1 Находится С центром Х1 С другой С центром В точке Х2 С третьей С центром В точке Х3 Так И Если вы посмотрите Долго объясняю Короче Это остается Потому что центр Может быть в любой точке От этого Действия не зависит Ну так именно поэтому Эльфакториал Наверное и стоит Кто стоит? Эльфакториал Он как бы учитывает Что вы Нет Эльфакториал Учитывает Отечественность Он с этим не связан Это так называемые Нулемые моды Базонные В том смысле Что на самом деле Наше решение Если я вместо Икса Пишу Вот так В этом решении Поскольку Тут все Трансенсационно Идварянное То Если я сдвину Положение Центра Истантона Действия От этого Не менялись И поэтому Это есть То что называется Коллективная Координата И поэтому Произвол По положению Центра Остается Физически Это кажется Очевидным Да Вот этот Произвол Это сумма По всем Положениям Центра Которая Может быть В любом Месте Пространства Вот смысл Этого ДН2Х Это Сумма По положениям Всех центров Каждого Инстантона Вот эта Степень Иен Понимается В таком Смысле Что есть Интеграл По Д2Х Центру Этого Инстантона Умножить На интеграл По Д2Х Центру Этого Инстантона И так далее Вот в таком Смысле Этого Смысле Понимаете Это Ускорглобно Написано Но практически Правильно Но теперь Это суммируется В экспоненты И получается Экспоненты Плюс Интеграл Д2Х Нолик просто Уже опускаем Он не к чему же Тут стоит Милгамм Квадрат Значит Тут стоит Во всех Я конечно Какая-то Безразмерная Константа Порядка Единицы Она Вычисляет Просто я На константе Уже не Обращаю Внимание Ее степени Минус С Вот это Главный Фактор Это Экспонент Малая Величина И это Наш основной Парамец Разложения Без него Мы бы Не могли Выкинуть Все члены Нелинейные Высших степеней По квантовым полям И ничего Проинтегрировать В функциональном Интеграле Не могли А так Мы Оставляем Только квадратичные Функциональные И все Выседается Так И наконец Тут будет Е степени И тета Прибавить Это От инстантона Вот сумма По инстантонам Даст вот это В экспоненте Видно Да Это просто З степени Н На инфротере А это Даже Независимо Вот это Они Отличаются Только Однаком Т Вот что Мы получим Так Это Добавка Длокринжан Вот То Что Состоит Это Добавочка Длокринжан Это Дюк Но От Непертурбативных Фруктуоз Видно Что Она Производных У нас Не содержит Но Мало Того Это Просто Константа На самом Дом В данном В данном Случа Как Интеграл Обрезать А Никак Он Дает Площадь Которая Ну Видите Буква С Большая В фиксированном Объеме Буква В Большой Большой Буква Буква Как у маленькой Использовано Буквы Не хватает З Ну Хорошо Пусть будет З Значит З Это заряд Наших Двух Бесконечно Тяжелых Квартов В Единицах Заряда Е Поэтому Вот Эта Связь Она Если Подставить З 2 Без З Это Пусть От Сумма Теории Но Не Пустой Теории А В Которой Мы Вставили Вот Эту Петлю Вилсона Можно Для наглядности Его Не Круглым Не Кружочком Не Окружностью Сделать Это Качественно Не важно Но Для наглядности Лучше Сделать Вот Таким Прямоугольником Вот Это У нас Будет Время В Гриндерской А Вот Это У нас Будет Расстояние Что Вы Сделали Вот В этом Месте Родилось Вернее Стоят Квар Заряд Антизаряд Бесконечно Тяжелый Значит Вот Они Родились В этом Месте В момент Времени Вот Вот Да Теперь Мгновенно Разделили На большое Расстояние После этого Вы их держите На расстояниях Очень долго Время 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 Т Большое На Ват На Ват Где Ват Потенциал Заводействия Когда они На Расстоянии Вот Тут Они Что И Расстоят Очень Дом Это Действие Да Так Вот Что Мы Видим Мы Видим Что Если Этой Пары Нет То Все Равно Что Т Равно Ну Режесть Положить Это Будет Изменение Начала Счета Да Ну Свинем И Возьмем Это Начало Счета За Ну Если Мы Возьмем За Ну Значит Тут Надо Будет Отнять Двойку При Т Это Равно Ну Это Равно Двойке Ну Тогда Теперь При Т Равно Ну У нас Добавка Ну От Нуля Начинается Ну Тогда Эта Добавка Опишет Физическое Энергию Взаимодействие Этих Двух Варьков Этих Двух Заряда З З Так И что мы видим Мы видим Что Добавка Вот этот интеграл Двух Я могу написать Вот это Вот это Все Верни Напишу Так Двух Это будет Т Умножить На Р Т Одна Координата Р Вторая Это Площадь Калей Площадь Эта Прямоугольника Это Двух Двух А Это Константа И Теперь Сравнивая С этим Я вижу Какой потенциал Взаимодействия Получился Он Пропорциональный Вот 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 Так И тут Состоятельно Вот Это Минус Потенциал Поэтому Потенциал Равен 2 Минус 2 Косинус Т Двойку Можно Вынести Она Все В Эту Константу А Тут Стоит Единица Минус Косинус Т Ну Качественно Можно Косинус Разложить И Получится Т Квадрат Важно Что Это Не Нужно То есть У нас Коэффициент И Все Самое Главное Р А Ну Да Вот Это Т Уносит На Р А Это Константа Натяжение Натяжение Струны В том смысле Что когда мы их поставили друг от друга на рождение R большое и держит Да То получился линейный потенциал Пропорциональный R А это Коффициент Пропорциональности Это число Если Т это Тащить к нулю То есть Заряд Этой пары Тащить к нулю Ну Так что она просто Исчезает То конечно Это все Отсутствует Равно нулю Но теперь вы видите Что Когда мы ставили Любой дробный Заряд З И когда это стало не равна нулю То у вас пошла добавка к потенциалу В смысле взаимодействия Смотрите Если бы инстантонов не было Вот этого ничего бы не было Мы бы ставили вот так два заряда На расстоянии R Какая была бы энергия взаимодействия без инстантонов Она была бы экспоненциально маленькая Потому что у вас фотон массивный Потенциал югарский И было две степени Минус Милка Понятно А теперь видите Что дали инстантоны Они дали конфаймент Без них нет конфаймента В этой теории Мусор Хикс 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 И дает массу фотона И взаимодействие Кулоновской Останавливательной Гранд-Корее Это югарское уже становится взаимодействие Какой там конфаймент И с инстантоны дали конфаймент Но он очень маленький Вот это маленькая Параметрически маленькая экспонента Поэтому коэффициент Преатомер Он равен Е степени Минус Классическое действие И он очень маленький Численный Но это безразмерное Маленькое число Которое тем не менее Не равно нулю Поэтому Наивно Это уже все Подходим Наивно В этой теории Мы ожидаем Что Когда этот Фи Конденсируется Он дает Массу фотону И если бы этого не было То фотон сам по себе Безмассовые двумели Дают линейный потенциал Мы это обсуждаем Но когда у нас Конденсируется Фи Он делает его массивным И тогда этот потенциал Становится еще С лишним множителем Е степени Минус Вю На х На я Он становится Экспоненциально Падающим На больших расстояниях И Никакого дальнодействия Нет Это в теории Возмущения Все Антоны Это не пертурбативные Вклады Они не виновны В теории Возмущения Но Я не знаю Как это Вот у нас Действие Да Но если хотите Можете Мюгамма держать Просто как Отдельный параметр А Е Держать Как Отдельный Параметр И тогда Это будет Е Ну что было похоже На 4-х мебель И тогда Этот вклад Будет выглядеть Вот так Е степени Минус Единица На константной связи В квадрате Вот классическое действие Как выглядит С точки зрения Теории Возмущения Если вы пытаетесь Такую функцию Разложить Вариант По степеням Уже Вот теория Возмущения Вокруг Нуля Вокруг Все равно Нулю То все Коэффициенты Равны нулю Они раскладывают У нее тут Существенная Особенность Поэтому Эти склады Такого вида И называют Непертурбативными Они не видны В теории Возмущения Ни в одном Порядке Но они И есть Если у вас Есть нитрегальные Топологические Инстантонные Вклады И они Привели к тому Что То что В теории Возмущения Выглядит Как оставшиеся Короткодействующие Слабо Взаимодействующие Теории На самом деле Инстантоны Дали добавку Которая Восстановила Конфан Но правда С очень Маленьким Кассистентом С маленьким Надежением Странной Экспоненциально Маленьким Если бы У нас Этого Не было Хексистента А был бы Просто Вот этот Фотон Безмассовый Второй Вот этого Коэффициента Играло Вот здесь Стояло бы Просто Е квадрат Ну Это Не маленькое Число В каком-то Смысле Как это Размерное А теперь Вместо Е квадрат Стоит Мюн квадрат Ну что Грубо говоря То же самое Но главное Стоит Экспоненциально Маленькое Подавляющее Число Е степени Минус Кластическое Действие Но тем не менее Это не ноль И Конфаймент Он восстановил Хотя Очень хиленький Так что То есть Конфаймент Был только В той области Где есть этот Газ Да Нет В итоге Конфаймент У вас Во всем Пространстве Этот Газ Вы Просуммировали Они же Бегают По всему Пространству Эстонтонный И поэтому Интеграл По центру Эстонтона Вот он Он превратился В интеграл По всему Пространству Вот же Это же Точный Самый Интеграл Даже Это Обозначено Смешим Ноликом Это же Условность Во всем Пространстве Где бы Вы не Поставили Пару Заряд Антизаряд У вас Будет Вот такой Между ними Линейный Потенциал Вы Должны Помнить Что Эстонтоны Бегают По всем Ицам Ит В Эвклике Идет Интеграл По всем Их Положениям Центров Это Вот этот Интеграл Он Доехал Теперь В экспонент Сначала На каждом Члене Этой Сомбы Он Стоит Внизу Но Когда Вы Просуммируете Он Поднимается В экспонент И вот Он Стоит В Лагранжей То есть Эстонтоны С теории Могут Существуют То Узнавается Что Они И существуют Где-то Так Не подразумевается Что такое Функциональный Интеграл Это Интеграл По всем Полям Если У вас Есть Поля Какие Есть Тогда Все Надо Вставить И Проинтегрировать Это Не подразумевается Это По Определению Наоборот Другое Дело Если У вас Так А теория Что У вас Там Нет Топологических Конфигураций Ну На нет И сюда Нет Но Если Они Есть Их Надо Добавлять В зависимости от теории Они могут Ничего не дать Ну Нужно Тоже Ничего Не Сделаешь Но Иногда Они Дают Крайне Нетривиальный Качественный Эффект Хорошо С этим Все Сколько Это У меня О Как Всегда Я Думал Максимум Полчаса Займет Хорошо Но Тогда Нет смысла Начинать А что Начинать Это Надо Все Сделить И Начинать Совершенно Другую Трехмерную Теорию Но Я Успею Там За 5 Минут Чего-то Повякать Какой В этом Смысл Я не Понимаю Но Нет Смысла Теорию Я В прошлый Раз Уже Сформулировал Это Теория Вот Такого Желограждана Только Теперь Группа БТСУ2 А Не У1 Поэтому Будет Три Фотона Неабелевская А это Поле Фи Будет За вектор А Постежал Такой же Только Теперь Топ-заряд Будет По-другому Конечно Выглядеть Инстантоны Будут И будут Выглядеть По-другому Ну Все Качественно Похоже Но Реально Технические Решения Конечно Выглядят Совершенно По-другому Но Итог Будет Такой Что Без Инстантонов Это Хиксовая Теория В которой Когда Фи Конфенсируется С таким Потенциалом Да То Ион Изоверда То есть Этих Трех Леонов Восьмашных Он Двум Даст Массу И Они Станут Тяжелыми А Один Фотон Останется Без Масса Но В трех Мерии Один Без Массовый Фотон Он Тоже Дает Конфаймент Но Не Линейный А Логарифмический Обмен Фотон В статическом Пределе Дает Не Р А Логарифм Поэтому Конфаймент Формально Есть Ну Правда Логарифмический А Учет Приводит К тому Что Есть Добавка Вот Такого Типа То есть Конфаймент Становится Линейный На больших Р Этот Член Будет Доминировать Формально Если Вы возьмете Очень Большой Р То Линейный Член По Р Даже С Маленьким Коэффициентом Перебьет Логарифм Мер Очевидно Даже С Нормальным Маленьким Коэффициентом Вот Это То Что Будет В Этой Трехмерной Теории Джорджа Глэшу Как видите Очень Похожа В каком То Смысле Но Все Технически Выглядят Совершенно По-другому Роль Инстантона В Трехмерии Играет Вернее Так Инстантоны В Трехмерии Являются Салитонами С точки зрения Четырехмерии Правильно Так вот Инстантон В Трехмерии Это То Что мы Проходили Раньше И это Исмонополь В Четырехмерии А роль Топ-заряда Играет Магнитный Поток Но С точки зрения В Трехмерии Этот монополь Он теперь Будет Инстантоном Понятно Ну и поэтому Я Монополи Считаю Что у нас Уже есть Их решения Мы писали Обсуждали И так далее И теперь Надо будет Только Просуммировать Каждый Монополий В следующий раз А всю Идеологическую Подоблёку По По замене Слова Монополь На слово Инстантон Мы сегодня Обсудили Мне все равно Пришлось бы Это все Рассказывать Но только Другими буквами Понимаете Идеология Абсолютно Одинаковая А Конкретные решения Классические Конечно Они разные В разных теориях В разных размерностях Так У меня Все Еще есть Какие-нибудь вопросы Абсолютно